Друзья, всем привет! Ну что же, теперь можно сказать полноценный и правильный обзор HyperOS. Многие писали в первом видеоролике, когда я сделал обзор на глобальную прошивку, что это порт, это не честно, это неофициальная прошивка, это читерство, ну и тому подобное. И вот, наконец, на мой F5 Pro выходит прошивка, с помощью рекаверы я ее установил, ну и потому давайте рассматривать, что же официального разработчики нам смогут предоставить в новом обновлении. Поэтому присаживайтесь поудобнее, мы с вами начинаем. Что же, как я уже сказал, это Poco F5 Pro. Если же в первом видеоролике мы с вами рассматривали порт Xiaomi 13 Ultra, то в сегодняшнем видео у нас будет, ну, несколько по классу ниже устройства, потому что все же Xiaomi 13 Ultra это, ну, такая некая имба. Давайте посмотрим сразу, что у нас по информации. Poco F5 Pro и, в принципе, вот все то, что мы можем ожидать в новом HyperOS. Конечно же, это 14-й Android, это там все возможные новые патчи безопасности, обновленные версии ядра, обновленная прошивка модуля связи, ну и тому подобное. Многих интересовалось с первого видеоролика, что по поводу занимаемой памяти. Ну и, друзья, вот, пожалуйста, смотрите, уже реально официальная прошивка на этот аппарат. И система занимает почти 13 гигов. Ну, как бы это немножечко расходится с тем, что разработчики обещали. И опять же, тут уже ко мне не будет никаких претензий, что это какая-то там левая прошивка. Ну вот, вы, в принципе, все можете сами заметить. По системным файлам, смотрите, другой у нас, как и обычно, многое занимает. Системные журналы и расширение памяти. Не забывайте эту историю отключать, чтобы ваше устройство, ну, скажем так, немножечко еще подольше прожило и вас радовало своей работой. По экрану блокировки, теперь смотрите, есть такая тема, как двойное касание для выключения и отключения экрана, когда именно устройство будет заблокировано. И как бы-то эта история будет напрямую связана с кастомизацией и экраном блокировки. Мы с вами запоминаем, что мы ее активировали и, в принципе, больше по этому разделу ничего нет. И мы с вами переходим далее. Как я и показывал в первом обзоре, у нас в уведомлении строки состояния появляются все опции, которые раньше были раскиданы по таким разделам. Конечно же, хочу сделать акцент на том, что в новом обновлении можно будет отключать управление смарт-устройствами из этой шторки. То есть здесь, как вы можете заметить, у нас данной истории нет. Но и говоря про шторку, хочу отметить, что ее улучшили, оптимизировали и добавили такую историю под названием «Как быстрый доступ в настройки». Вот он. То есть нам не придется скачивать дополнительно каких-то приложений, захламлять свое устройство, ну и тому подобное. Теперь поговорим по поводу рабочего стола. Тут у нас, конечно же, Coco Launcher. Многие ждали, надеялись, что его уберут, как бы там MIUI Launcher добавят, ну или системную оболочку. Но, понятное дело, этого не произошло. Но разработчики, что нам делают с этим новым рабочим столом? Если мы, допустим, выбираем «Не показывать текст везде», у нас добавляется разметка 4 на 7. Если же мы с вами хотим там жесты включить, ну и тому подобное, но находится в разделе «Способ навигации», ну и расположение объектов тоже перенесли в отдельный раздел. По версии получается Coco Launcher она у 23 ноября, и кому интересно, в описании будет ожидать отдельная ссылка на это обновление. Но вот что еще интересного разработчики нам добавляют, это, конечно же, возможность увеличить папки. Что же это имеется в виду? Мы с вами, допустим, открываем там дополнительный экран рабочего стола, переносим папку, на нее нажимаем и выбираем «Изменить папку». И неужели на Coco Launcher это стало доступно? То есть сколько на MIUI Launcher эта тема существовала, когда с MIUI 14, если мне память не изменяет, или же там еще с MIUI 13? Ну, короче, уже как минимум больше года эта тема есть. Но вот только до Coco Launcher эта вся история доходит сейчас. Но, справедливости ради, хочу сказать, что в MIUI как-то больше мне нравится, как реализованы папки. Потому что здесь как-то, ну, не совсем то. Опять же, если мы с вами вот эту большую папку раскроем, анимацию нам добавили, и, конечно же, размытие тут у нас появляется. Так что по поводу Coco Launcher, в принципе, жить можно. Мы с вами следуем далее. Это экран и яркость. Тут что из такого ключевого? Это появление улучшенных текстур. Да и, в принципе, все. К сожалению, разработчики не добавляют этому устройству, чтобы можно было настроить, какие конкретные приложения будут работать в 120 Гц. Хотелось бы, но, как видите, у разработчиков несколько другое видение данного вопроса. Следующая тема, это, конечно же, звук и вибрация. Тут что хотелось бы тоже вам показать, так это добавление четвертого ползунка, который позволит нам с вами что делать? Правильно, регулировать звук, регулировать рингтон, звук уведомлений, будильник, ну и, в принципе, все. Это то, что многие ждали, и нам, конечно же, это все сюда реализовали. Если вы любите кастомизацию, то у меня для вас очень приятные новости. На аппаратах Пока вся эта история переносится в раздел «Обои». Ну, или же теперь у нас раздел называется «Как обои и персонализации». Конечно же, речь пойдет о стиле экрана блокировки. Он у нас получает вот такие крутые стили, которые сейчас есть именно в китайской прошивке. Ну вот, допустим, мы с вами хотим взять данную историю. Выглядит, в принципе, красиво, и мы с вами ее применяем. И вы также еще помните, что мы в экране блокировки включили опцию дабл тапа. Ну и сейчас мы с вами активируем Always On Display. Дальше мы с вами вот так можем заблокировать аппарат. После чего у нас проявляются часы. Опять делаем дабл тап. И вот, смотрите, оно более красиво так улетает и проявляется. Есть, конечно, некоторые затупы, но в целом идея очень хороша. Я думаю, что, скорее всего, в будущем разработчики также это подфиксят, чтобы не было там, ну, никаких мелких фрезов, которые могут нас, ну, немножечко разочаровать. Если вы любите менять размер значков, то он никуда не пропадает. Если же сейчас в MIUI 14 устанавливать всякие новые обновления из HyperOS, то, конечно же, размера значков у нас не будет, потому что их переносит в HyperOS в отдельный раздел. Но на MIUI 14 можно эту всю историю найти с помощью Activity Launcher. Здесь же все у нас присутствует, можете кастомизировать, ну и тому подобное. Ну и, наверное, самое такое вот крутое, чего лично ждал я, чтобы это было по умолчанию, это, наконец, добавили нам новый шрифт. Не прошло и полвека, как разработчики подумали, отдай-ка мы добавим новый шрифт. Опять же, вы мне можете сказать, что, братан, можешь зайти там в темы, можешь там установить дополнительно, ну, хорошо, я согласен. Но я вообще сторонник того, чтобы это было по умолчанию. Ну и плюсом нам добавляют, во-первых, и размер шрифта, чтобы он у нас там был SL, ну и жирность шрифта, ну это, конечно, тоже отдельная история, которая, ну, наконец-то дошла до глобальной прошивки. Далее, что еще хотелось бы тут отметить, это, конечно же, обновление стоковых приложений, это у нас, конечно же, речь идет про раздел батареи, тут текущие режимы, защита батареи, там проверки батареи, дополнительные функции, ну и тому подобное. Еще о чем я не сказал в полном обзоре, это касается у нас плавающих окон. Ну и эта история также мне очень понравилась. Что здесь имеется в виду? Допустим, мы с вами открываем приложение, ну, проводник, ну, допустим. Дальше мы его сворачиваем, после чего выбираем его и нажимаем на плавающие окна. И вот теперь внимание, у нас появляется, во-первых, дополнительная такая штука, которая рассказывает, что мы можем делать, ну, а во-вторых, вверху, смотрите, есть три точечки такие, на которые мы нажимаем и нам выпадают дополнительные возможности. И вот, к примеру, если мы нажмем вот так, у нас просто приложуха улетает вниз. То есть, некое такое разделение экрана, но не совсем именно оно. Ну и дальше, получается, мы можем вот тут на стрелку нажать, и у нас полностью откроется приложение. Да, это обновленный функционал именно плавающих окон. Если кто-то из вас любит делать стикеры, у меня тоже есть для вас очень хорошие новости. С новым обновлением у нас добавляется новый функционал в приложении Галерея. Что имеется в виду? Во-первых, это быстрое сканирование текста на картинке. Вот у нас система как бы анализирует текст, после чего мы его можем быстро скопировать и кому-то переслать. Но еще не менее интересная функция, как выделение объектов на фотографии. И то есть, искусственный интеллект, как вы сейчас можете заметить, нам вырисовывает контур объекта. Ну, в нашем случае, это девушка. В принципе, вырисовывают корректно, и эту всю тему можно использовать для создания стикеров, ну и тому подобное. Ну, вот, допустим, мы с вами копируем, после чего мы с вами можем зайти, допустим, в приложение заметки, нажать плюсик и вот сюда нажать вставить. Смотрите, как это все работает у нас красиво. Пожалуйста, в принципе, даже очень неплохо выглядит и можно использовать для стикеров. Так что разработчики нас в этом вопросе удивили. Плюс вы еще можете заметить сейчас, что у меня в плане кастомизации стоит не совсем обычная тема, ну, в плане значков. И да, это действительно так. Тема называется HyperUI, вы ее качаете и применяете лишь только значки, чтобы ваш Pocophone, ну, имел хоть какое-то отношение к значкам из HyperOS. Ну, и последнее, это, конечно же, еще я хотел бы отметить фишки безопасности, потому что многим данное приложение нравится и, конечно же, находится у нас вот здесь. Вот, пожалуйста, безопасность и тут смотрите, добавляются у нас общие функции, популярные функции, ну и дополнительные инструменты, с которыми вы можете дополнительно взаимодействовать, ну и как-то улучшать свое устройство. Что же, друзья, разработчики удивили, очень-таки даже, и новая оболочка действительно очень интересная, даже на том же Poco. Кто бы там что ни говорил, Pocophone там уделяют, еще что-то урезают, я не заметил на F5 Pro данной истории. Опять же, возможно, на более, там, бюджетных аппаратах, там, среднебюджетках, не совсем будет такой функционал, как в данном видеоролике, но, по крайней мере, я думаю, что разработчики ту же кастомизацию добавят и добавят еще какие-то фишки, которые улучшат ваше устройство. Ну, а если я о чем-то забыл упомянуть или остались какие-то вопросы, смело пишите о них в комментарии, там мы с вами и пообщаемся. Ну, а на этом у меня на сегодня все. Спасибо за внимание и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok